Сегодня все разговоры только о любви. 14 февраля с трепетом ждут все влюбленные пары и тайные воздыхатели. Ведь эта дата – отличная возможность провести время со своей второй половинкой или признаться в симпатиях. Спросим у саровчан, как они отмечают День всех влюбленных. Это праздник для кого? Вот для вас это праздник? Нет, у меня другой праздник этот день. Лично. Это личный праздник, говорят. Ну, не справляем. У нас другой праздник. А? Какой? А февронией? Не помню, как. То есть вы вообще не праздните 14 февраля никогда? Ну, когда молодые поменьше были празднули. Сейчас нет, не празднуем. А не поздравляете даже? Ну, поздравляю просто с праздником. С Днем влюбленных и все. Нормально, потому что многие мнения совсем неоднозначные. Ну, а мы люди пожилого возраста. Любовь, но есть любовь. Куда без нее. Не относитесь как-то негативно к этому празднику? Вот есть такие мнения? Нет. Такой хороший праздник. Конечно, дарят много таких ощущений, всяких романтических, интересных. Поэтому, да, я люблю праздник на 14 февраля. Нет, не праздную, обычный день. По-моему? Потому что учеба. Не поздравляете никого, не дарите ли подарки? Поздравил, подарил. Подарю. А какие? Ну, какие подарки вообще выбирают? Цветы, конфеты, не знаю, что-то еще из своих рук можно что-то сделать. Очень положительно. Празднуйте? Будьте постоянно влюблены. Празднуем, конечно. Так у нас очень мало поводов для радости, так скажем. Поэтому празднуем. А как празднуете? Ну, с семьей обычно. С любимыми рядом, в кругу семьи, дома. А что-то дарите? Ну, как бы, валентинки, плюс знак внимания, какие-то сладости, ну, что-то такое. Отрицательно. Почему? 8 июля считаю, что это наш праздник. Мнения саровчан разделились. Кто-то готовится ко Дню Святого Валентина и закупает подарки. Другие не считают этот день каким-то особенным. Ну, а другие саровчане считают, что у нас есть свой русский праздник – День семьи, любви и верности 8 июля.